Я хотел поговорить, правда, совсем сыро и не очень подготовлено, в продолжении одной дискуссии, которая вот в Фейсбуке как-то не очень хочет затихать, по крайней мере пока. Ну и реальность как бы к этому подталкивает, к тому, чтобы дискуссия не затихала. Значит, общий контекст, вообще в целом, о чем я хотел сегодня поговорить, о природе символа. А конкретным поводом выступила история, которая сейчас разворачивается во Франции, борьба с так называемыми Буркини. Для тех, кто проспал последние месяцы. Я узнал, кстати, из твоей записи. А, вот так вот, хорошо, значит, для тех, кто с нами недавно. И все, что я узнал, это откуда или из комментариев. Понятно. Из слову повторюсь, пожалуйста. Буркини. Значит, это комбинация слов «бурка» и «бикини». Словом «буркини» называют те костюмы, в которых мусульманские женщины строгих порядков приходят на пляж. Они выглядят как такая легкая одежда, которая закрывает, в общем, все. Торчат только кисти рук, само лицо и ступни. Все остальное, все остальное. То есть, это, да, это нечто вроде пижамы, вот такой вот. И они прям купаются в этих самых штуках. Да, с капюшоном все это. Стоит такие вот, немного это похоже на водолазный костюм. Только, конечно, не резиновый, да, а тряпичный. И вот, значит, в чем, собственно говоря, был конкретный повод. Во Франции после серии последних терактов, которые случились в Ницце, на севере Франции, не помню местечко, где перерезали горло священнику, и прочих неприятностей. Среди муниципалитетов, в которых есть пляжный отдых, это, грубо говоря, по берегу Средиземного моря, насколько я понимаю, возникла следующая идея. О запрете Буркини к ношению на пляже. Аналогия, такая совершенно внешняя, которую приводили главы муниципалитетов, которые это запрещали, была следующая. Что у нас же с законом во Франции запрещено ношение паранжи, хиджаба и прочих замечательных мусульманских платков в публичных местах. То есть, если девочка учится в школе или в университете, внутри школы или университета, она не может носить подобного рода головной борт. Это просто запрещено. Выходит на улицу, надевает, заходит, снимает. Этому закону уже несколько лет, поначалу были большие протесты, но сейчас как-то все более-менее адаптировались, к этому приспособились. И вот сейчас некоторые главы муниципалитетов подчеркивают, это не закон центрального правительства, не федеральный. Это на уровне муниципалитетов пока только было принято. Не республика называется, не федерация, а республиканского правительства. Ну, не республиканского правительства, а только муниципалитетов. И стало быть, как это выглядит на практике? Выглядит на практике это, конечно, не очень веселым образом. Если раньше, ты только приезжая в Париж, видел полицейских, которые стояли в бронежилетах, в разгрузке, с карманами набитыми, уж не знаю чем, гранатами, патронами, комплектами первой помощи и с автоматами. И с автоматами, которые вот так вот на груди, рука всегда на рукоятке, и понятно, что человек готов стрелять в течение ближайших двух секунд. Вот если ты раньше такую картину видел только в Париже, то сейчас эти замечательные парни, вооруженные автоматами и в бронежилетах, ходят по всем местам отдыха во Франции. И вот они, стало быть, идут по пляжу, подходят к женщине, которая в Буркинии, говорят, мадам, вы в курсе, что есть запрет? Вот поэтому давайте-ка не будем нарушать. Вот как можно исправить это нарушение? Они заставляют снять верхнюю кофту с капюшоном. То есть вообще говоря, Буркинии это многослойная штука. Так можно предположить, что там помимо нижнего белья, потом идет какое-то совсем тонкое трико, и майка, потом какая-то туника, потом вот сверху эта кофта уже совсем с длинными рукавами и капюшоном. Они заставляют снять вот эту вот самую верхнюю кофту с капюшонами, и остаться с непокрытой головой в какой-то там тунике, в майке, что там у нее под этим есть. Понятно, что мера это, ну как сказать, сугубо символическая. И в чем разгорелся сыр-бор в Фейсбуке? Ну, в общем, понятно, кто считает это правильным, кто считает это неправильным. Кто-то считает, что это имеет смысл, кто-то считает, что это не имеет смысла. Ну, и вот, собственно говоря, я перепостив там сообщение BBC, как-то вдруг получил пачку комментариев разных замечательных людей, которые кто-то за, кто-то против. Вот Антон там ввязался во все это дело. И, собственно говоря, при чем здесь символ? Значит, смотрите, насколько я могу предположить. Повторюсь, я не знаю никакого внятного интеллектуального обоснования, которое бы признавали подходящим вот эти главы муниципалитетов. Но насколько можно судить, так сказать, извне, глядя на их действия и на то, что они говорят публично в оправдании этих запретов, они исходят из следующей гипотезы. Гипотеза у них такая. Эти самые буркини являются демонстрацией, явным знаком того, что человек придерживается очень консервативной версии ислама. Это важно, потому что далеко не все исламские женщины таким образом одеты или раздеты на пляже. Такого рода, ну, есть, конечно, там совсем крайность, да, когда просто женщина в мешке на голове ходит, и понятно, что она этот мешок может снимать только во внутреннем дворике своего дома или там своей квартиры. Вот, и никто, кроме мужа, отца и братьев, там не может видеть ее лица. Вот, нет, это не такая большая крайность, но все-таки это весьма консервативное крыло ислама. Ислам, как мы видим из серии терактов, которые прокатились по Франции, относится весьма агрессивно к европейской культуре, и, видимо, в том числе и к христианству. Ну, да, конечно, конечно, какие-то течения наиболее консервативные, наиболее агрессивные, безусловно, со всеми этими поправками. Мы понимаем, что ислам не однороден, он не консистентен внутри себя и все такое прочее. Но, здесь важно, что муниципалитеты выступают против символа очень консервативных и тем самым агрессивных по отношению к европейской культуре течений ислама. И если раньше они игнорировали символы вот такого рода консервативного ислама, так сказать, это вопрос свободы совести. Человек может верить во что угодно, пока он не взрывает себя, так сказать, с поясом шахида. Или пока не выезжает на грузовике на набережную полную гуляющего народа. Но гипотеза, тем не менее, такая, что если мы будем подавлять с символической точки зрения, исключительно символическим образом, вот этот вот самый консервативный, самые агрессивные формы ислама, то мы тем самым будем уменьшать питательную почву для реального терроризма. Вот, видимо, такова рабочая гипотеза, из которой исходят главы французских муниципалитетов. Справедлива эта гипотеза или нет? Успешна она будет или нет? Это вопрос, как бы, к сожалению, ответ на это даст только, покажут только дальнейшие события. Извините, это ваша гипотеза или кто-то из... Это гипотеза по гипотезе, вот. Ну, повторюсь, да, поскольку главы муниципалитетов не интеллектуалы... Ну, они еще и связаны, как бы, определенным... То есть они могут, опять же, мыслить в качестве причины и перспективы одно, а говорить другое. Это тоже не стоит бросаться из счетов, да? То есть они не обязаны раскрывать ситуацию. Они, да, то, что они говорят вслух, они говорят то, что... Они говорят про гигиену, они говорят, что это не гигиенично, вот, в первую очередь, да? Вот, мало ли, там, вдруг у него под этим, под одеждой экзема. Ну, и про безопасность кто-то говорит. Да, кто-то говорит про безопасность и так далее, да? Поэтому, конечно, то, что говорю я, это не мое изобретение, да? Но это вот некоторая наша догадка по поводу той гипотезы, которые выстраивают эти самые французы. И вот, значит, дискуссия идет следующим путем. Во-первых, допустимо ли это, совместимо ли это с базовыми условиями демократии? То есть свобода и равенства. Самый небольшой ремарк, насколько я видел сегодня в Фейсбуке, в том же, последнее, как бы, решение Верховного Суда, что они отменили эти законодательства. Ну, может, еще все изменится. Ну, хорошо. Именно по поводу нарушения прав человека, да? Да. Более точно, Верховный суд Франции, действительно, вроде бы как, сказал следующее, что они приостановили действия этих запретов. Вот. К ним поступила жалоба по поводу одного из муниципалитетов, где был введен такой запрет. Они, проанализировав эту жалобу, сказали следующее, что мы приостановляем все такого рода запреты до того момента, когда мы вынесем решение о легитимности вообще этого запрета как такового. Ну, просто там именно следует, нарушает он или нет два человека. Да. Нарушает или нет, да? Можно ли так поступать, нельзя ли так поступать? То есть, еще суд не сказал своего мнения, его не сформулировал, да никакого, даже предварительного. Но, как бы сказать, они действуют так, что мы пока приостанавливаем действия этих запретов, потому что раньше их не было, это нечто новое, и нам нужно проанализировать, понять, насколько это легитимно, справедливо и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому пока еще речь не идет о том, что это запрещено, речь о том, что приостановлено. Вот. В конце концов, суд может решить, что да, это нормальный запрет, так сказать, пусть существует, пусть он принимается на уровне муниципалитетов, если муниципалитеты так считают правильным. Но это не снимает вопроса, как бы, нашего отношения к этому запрету. Понятно, что с легальной точки зрения, с точки зрения закона, там, я это анализировать не могу, тем более с точки зрения французского закона. Потому что здесь работает какое-то огромное количество факторов, в том числе наличие этого закона на ношение хиджабов, кип, чалмы, кипы, чалмы, нательных крестов, так, чтобы это было видно окружающим. Это работает применительно ко всем абсолютно конфессиям. В учебных заведениях? В учебных, нет, во всех государственных заведениях Франции. Учебные просто наиболее массовые, наиболее доступные. В том числе, да? Да, в том числе. То есть, например, если ты приходишь в какую-нибудь, не знаю, там, мэрию, мэрию города Парижа, да, то по коридорам ты не можешь ходить вот в еврейской кипе. Ты, да, ты ее снимаешь, да, ты идешь там, как цивильный гражданский человек. Какая у них? Строго, да? Строго, да, цензорно. У нас в чем хочешь ходить, но Россия свободная страна. Вот, вот, вот. Вот, поэтому тут, как бы, они в своей юридической каше пусть разбираются сами, вот, мы им, что называется, здесь не указ, никакая не помощь, но понять, каким образом я отношусь ко всему этому, ну, это, на мой взгляд, хороший повод. Значит, ну, с одной, первое, что я хочу сказать, я считаю, что все эти разговоры про гигиену, соображение безопасности, это вещи второстепенные или даже третьестепенные. По крайней мере, про гигиену это точно третьестепенная. Вот эти вот разговоры про то, что, а вдруг там у нее, я не знаю, там, чума бубонная, и она ее прячет под одеждой, ну, это крайне несерьезно, вот, честно могу сказать. Вот, то есть, это теоретически возможно, но это настолько маловероятно, что толковать об этом не о чем. Просто в одежде не запрещено при этом, да? Да, совершенно верно. Важный момент, действительно, спасибо, Антон. Если человек считает, что он не может обнажаться по каким-то причинам, ну, в конце концов, там, что далеко ходить. Я лично знаю женщину, которая никогда не купалась, потому что она не считает возможным показывать людям свои голые ноги. Там татуировки одни спрашивают. Нет, там никаких татуировок. Вот она чего-то там в своих ногах стесняется, смущается, в общем, считает, что это нельзя показывать окружающим людям. Вот. Ну, что называется, вольному воле. Она может не купаться, она может купаться в каком-то трико и так далее. Важно только в том, чтобы, и поскольку запрету подвергаются именно буркини, не то, что люди, женщины и мужчины в каких-то там трико, в каких-то туниках, в каких-то рубашках, майках купаются, бога ради, но в явно, в явно одежде, указывающей на твое такое вот консервативно-мусульманское происхождение, купаться нельзя. Вот запрет именно на это, не на просто то, что в одежде. Вот. Дело не в этом. Поэтому я считаю, что все разговоры про безопасность, гигиену и прочее, это как бы некоторое бла-бла-бла, которое либо само отсохнет, либо будет выступать на вторых-третьих ролях. А сердце разговора, конечно, лежит в том, что это символ и борьба против символа. То есть, идет борьба с полицейскими методами против символа другой культуры. как бы не свойственной, нет, не так скажу вам, которую французскую власть, культуры, которую французской власти считают опасной, непоощряемой, а наоборот, так сказать, ту, которую надо репрессировать, пусть даже чисто символическим образом. Но это вы пришли, извините, может, я вас перебил к этому выводу из-за того, что вы отбросили фактор безопасности. То есть, если сказать, фактор страха. Дело в том, что... Почему вы его отбросили? Ну, смотрите, да, страх есть. И вот там есть у меня знакомая, которая там прожила этим летом два месяца на этом самом юге Франции. Вот. И она свидетельствует, что действительно было страшно. Было страшно видеть на пляже этих одетых явно мусульманских женщин. Потому что, да, потому что вдруг там у них пояс шахида, бла-бла-бла. Ну, а он с тем шестыхом может быть под рубашкой, да? Вот правильно, тут символ, ну, я просто подчеркнул в том, что это символ, но он еще... Почему вот Илья Николаевич откинул фактор страха? А вот я откидываю страх... Может, я перебил? Да, нет, это нормально. Это, как бы, об этом стоит сейчас сказать, именно сейчас сказать. Фактор страха я откидываю потому, что я вижу, как этот запрет реализуется. А реализуется он следующим образом. Если бы у полицейских, которые ходят по пляжу, видят женщину в Буркинии, было реальное подозрение, что вдруг у нее там пояс шахида, то первое, что они должны сделать, это постараться увести ее от людей. Они этого не делают. Более того, как только она снимает вот эту свою верхнюю кофту с длинными рукавами и капюшоном, и остается в майке или в двух майках, или там сколько еще под ней у нее этих майок надето, они от нее отстают мгновенно. Они не проводят личного досмотра. Там, в конце концов, могла бы с ними ходить женщина полицейская, которая просто провела руками по бокам, по животу, да, а там нет ничего. Все, свободно. Ничего этого нет. Они добиваются только одного. Сними вот этот вот символ мусульманства и оставайся в одежде, которая неотличима от просто трико, майки, туники и всего остального. И уберешь, у меня страх, и у всех окружающих. Нет, нет, поскольку, да, я понимаю, я понимаю, да, но еще раз, этот страх может быть, ну, он совсем нерациональный. То есть вот когда люди просто боятся... Он есть. Ну, понимаете, это страх такого рода, как, ну, вот, помните, сколько-то лет назад были взрывы в лондонском метро. Потом анализ, очень быстро анализ записи камер наблюдения показал, что взорвался довольно молодой парень, который был одет, ну, как типичный подросток, вот, в большом городе. У него были какие-то мешковатые штаны, у него была толстовка с капюшоном надетым, вот, и у него был рюкзак за плечами, да, вот такой парень взорвался. Да, после этого очевидцы говорят, что в Лондоне иногда бывала такая картина, что едет поезд в метро, в котором стоит один пацан, вот, в толстовке с накинутым капюшоном и в рюкзаке, и людей в поезде, в этом вагоне просто больше нет. Все вышли, и никто не заходит на следующих станциях. Все боятся. Такое, это вот то, что вы говорите, да, люди видят человека мусульманской внешности, и вот его боятся. Но такого рода страх, да, он бывает, но мы видим фотографии на пляже, там, как бы, люди лежат на каком-то расстоянии от этой женщины. То есть, наоборот, они, как бы, смотрят на то, как это все действие происходит, да, и там кто-то сопереживает, кто-то, так сказать, занимает одну сторону, тот другую, вот это, кто-то, да, все это может быть, да, но мне кажется, что это, как бы, обстоятельство тоже временное, и поэтому не самое важное. Этот страх может иметь место быть, но мне кажется, что даже если он есть, он либо уже прошел, либо пройдет очень быстро. Вот как в лондонском метро. Вот тоже, там, совсем короткое время все шарахались от подростков в толстовках с рюкзаками, а сейчас вот все нормально, да, народ забывается. Ну, события забылось, притерпелось. Ну, так или иначе, да, так вот, если любого там встречного в Лондоне ткни, ты помнишь о тех взрывах? Да, помню, да, вот, а теперь ты боишься пацанов в капюшоне? Нет, не боюсь, да? Прошло время, время. Прошло время, так и тут. Мог бы кто-нибудь другой взорваться, не молодой пацан, да, не знаю, а старушка, вот, и не в капюшоне, а еще в общем-то. Таким способом тоже можно, как бы, перечеркнуть этот страх. Будут бояться других, потом третьих. Ну, я надеюсь, что... Когда можно сделать что угодно, вот, тогда как бы... Ну, как бы то ни было, да, я просто хочу сказать, что вот этот вот страх, он носит совершенно точно очень временный характер. Он быстро выветрится, даже если он сейчас есть. Он очень возможно, что вот прямо вот по свежим следам был. И вот Надя, которая пишет в Фейсбуке, что вот она там тоже, значит, сидела на пляже и боялась женщин мусульманского вида, ну, да, побоялась, а потом перестала бояться. И ничего страшного с такого рода страхами... А на пляжах вообще взрывы бывали? То есть, испанин, автомобиль проехал, теченика зарезали? Нет, 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 там-то все и штука, что вот та серия терактов, которая имеется во Франции, она такая, как бы сказать, это такая стадия, когда атакуют с не террористическим оружием, а с самыми обычными бытовыми предметами. Машина, вот, кухонный нож, вот люди, которые перерезали горло священнику, да, у них же там не было с собой каких-то там специальных ножей, ритуальных, не знаю, охотничьих. Ну, и плюс это производит печенье такой самодельности некоторой. Абсолютно, абсолютно. Когда какой-то... Частная инициатива. Да, когда в Германии какой-то подросток там пакистанского происхождения, но он уже там давно живет в качестве приемного ребенка по немецким семьям, вроде бы вполне себе вписался в культурную среду, ну вот он покупает в хозяйственном магазине топор, заходит в электричку, вот, и бросается с этим топором на людей. Пытается... На китайцев. А? На китайцев. На туру, да. На Германии. Не важно. На китайцев. На китайцев. Вот. Ну, тут как бы даже не очень важно. Понятно, что это не пластик, да, это не взрывчатка, это не огнестрельное оружие. Такого рода вещи ты вообще не можешь контролировать в стране, ты не можешь запретить продажу топоров. А даже если ты запретил, а даже если ты запретил, то миллиарды топоров, которые лежат по кладовкам у людей, там, в сараях, они-то куда денутся? Они никуда не денутся. Зашел к любому на дачную, на участок, и этого топора нашел просто. Вот тут же. Вот. Это, да, поэтому... СС, это просто такая вот волна террора. Кстати, судя по всему, судя по всему, это указывает еще на то, что этот террор вообще не организованный. Вот это точно совершенно стихийная вещь. Ну, вообще истерия, да. Истерия, которая разогнали средства массовой информации. Да, да, да. Я так хочу сказать, что ты говоришь вот о том, что, в смысле мультикультурности, да, ты его используешь. Ну, одни и кипу носят, вторые и это самое буркейни, третий вообще ходит с непокрытой головой. И так далее. Ну, и проблема, она состоит в другом, что это есть, во что буркейни воспринимается как знак угрозы, как символ сопротивления. Да, как там это и дело. Чей символ? То есть он используется не как символ противоположной, равномочной, противопостоящей культуры, например, исламской. А такого-такого направления в исламе, которое отрицает традиционную культуру, французскую. Да, совершенно верно. А это, кстати сказать, эмпирический факт. То есть это примерно... Это дебатировать вообще нельзя. Это эмпирически достоверно, что вот настолько консервативные мусульмане, даже если они граждане Франции, и они там не эмигранты, а там родились, да, они тем не менее агрессивно и непримиримо относятся к окружающей их культуре. Вот. Это примерно то же самое воспринимается, скажем, красные звезды, появившиеся в немецком тылу. Люди взяли, ночью подростки, нарисовали звезды всевозможные, красные. Это воспринимается как опять символ сопротивления, то есть как отрицательство, скажем, нацистского владычества. Поэтому эта речь идет не о мультикультурности, о том, что тебе вот эта самая тёлка, пришедшая в мурки, не направляюсь, бросает таким образом вызов. То есть она по большому счету воспринимается даже как угроза убийства всех остальных. Вот она приходит, и она манипестила. Завтра уничтожила вас всех, вас всех убьем. А я и не говорил о мультикультурализме. Я как раз и говорил о том, что это знак вот этого самой агрессии, неприкрытой совершенно. И то, что до сих пор в течение многих лет в рамках политики мультикультурализма на эти все символы смотрели сквозь пальцы и вообще их игнорировали, как призывает Антон. Да. Просто это не приводит к тому, что это снижается террористическая угроза. А наоборот. И сейчас, и сейчас гипотеза французских властей, как я её воспроизвожу, состоит в том, что а если мы не будем это игнорировать, а будем бороться с этими символами, может быть мы тем самым подавим эту культуру и заставим их если так сказать, либо влиться в нашу культуру, либо к чёрту отсюда уехать, это повысит нашу безопасность. Речь идёт не о безопасности, она имеется. Хорошо, а о чём идёт? Речь идёт просто о сохранении собственной культуры, просто собственного способа, в том числе и современного французского демократического общества, которое тезис мультикультурализма вложило в своё основание. В том числе и этого. Они предлагают жёсткую идеологию, которая отрицает весь их пресловутый демократии, мультикультурализм, вообще отрицают всё. Свободу женщины, эмансипацию, дофига. Это традиционная, скажем так, банковскую систему, основанная на судном проценте. Всё отрицается. И символом такого сопротивления является женщина Буркиния. То же самое, что человек с красной звездой на лбу вышел на нацистскую демонстрацию. Ну, то есть, они, так сказать, демонстрируют то, что ценности двухсотлетней более давности. они не то, что их демонстрируют, они не свои ценности демонстрируют, это надо важно понимать. Они демонстрируют объявленную войну тому обществу, в котором оно существует. Показываю. Так, ещё раз, кто что демонстрирует? Женщинам Буркинии демонстрируют. демонстрируют объявленную войну обществу, которое в том числе совершенно верно. А я с этим полностью согласен. И то, что французы принимают этот, наконец-то, вызов и начинают реагировать на этот брошенный вызов, вот это совершенно правильно. Потому что делать вид, что тебе никто не угрожает, это не означает, что ты устранишь угрозу. Только когда ты предпринимаешь какие-то действия по снижению этой угрозы или там по сохранению своей культуры и потом это даст нам снижение угрозы, сколько угодно, да. Но только если ты предпринимаешь действия, ты сможешь, так сказать, как-то контролировать ситуацию. Потому что просто ничего не делать, это оставить то, как есть. Вот. А оставить то, как есть, это позиция слабая. Они хотят предпринимать действия. И в этом смысле совершенно, на мой взгляд, правильно делают. Другое дело, другое дело, что я почему, собственно говоря, зацепился и захотел об этом поговорить, потому что было замечание Антона, который вслед за прекрасными французами говорил следующую мысль, что когда ты принимаешь символ вот настолько всерьез, ты зря это делаешь, а нужно его игнорировать. Тогда ты этот символ ослабишь. На мой взгляд, это совершенно не так. Потому что, ну, с чего мы вообще взяли, что если мы не принимаем символ всерьез, то он утрачивает свою силу. Он утрачивает свой смысл, значение и все такое прочее. Были положительные примеры, например, Чигавара. Футбока Чигавара в свое время, еще в 60-е годы воспринималась, практически такое чувство, как такой же знак протеста. Ну, как свастенье сейчас оденет, да? По большому счету ее удалось строить, удалось адаптировать, она превращалась в такую мягкую, эстетическую форму нон-конформинизма и все. То та идеология, которая стояла за футболкой Чигавара в его изображении, она пропала. Отрицающая полностью капиталистическая будет. То есть, их понять в этом можно, потому что есть куча таких примеров, когда дождь у нас вопрос, ты создаешь, ты инвестируешь в символический капитал. нет, подождите. Вот эти времена, когда Чигавара его портрет может быть мне так стоит самому как бы реплику озвучить, да? Вот это возражение... А, да, сейчас, я просто договорю до точки. Смотри, те времена, когда Чигавара был реальным знаком борьбы против капитализма, это ведь тоже сопровождалось прям, скажем, террором. Да, конечно. И этот террор, он не сам рассосался, извините за выражение. Он был преодолен сознательными усилиями в Европе. Дело не так обстояло, что люди, которые входили в красные бригады или в какие-то еще прочие прекрасные марксистские террористические организации, повзрослели, остепенились, стали толстыми буржуа. Ни хера подобного. Кто-то из них, может быть, и стал толстыми буржуа. А вообще говоря, с ними просто боролись. Поэтому здесь тоже надо бороться и против символа, и против конкретных людей. Но там как бы открытый терроризм, организованный терроризм. Здесь-то стадия другая, понимаешь? Здесь терроризм становится неорганизованным. Никто не боролся, по большому счету. Почему не боролся? Ну, после этого. Сейчас нормально? Нет, сейчас, конечно, никто не борется. Но все правильно, да. Сейчас это наоборот кул и просто красивая картинка. Не исключено, что, наверное, в Латинской Америке, в некоторых странах, наверное, если ты выйдешь в футболкищей Гевары, тебя посадят тут же полицейские. Не исключено. Просто это в разных странах по-разному, наверное. В Российской Федерации. Мы-то говорим именно про Европу, у которой светские, десакрализованные ценности такие, понимаете? Которая как раз должна стоять на том, что всякий такого рода символизм для нее плюнуть и растереть, понимаете? Вот, давай, Антон, ты тогда садись в кадр, наводи пушку. Да нет, я лучше так поговорю. Не-не-не, ты садись, садись. Хорошо, значит, нормально, чего же так переставлять? Вот, ну, действительно, как бы предсимволический момент, вот, как бы до этой дискуссии нечто я еще хочу вставить, до вопроса о том, надо как бы к символу относиться так или иначе. Следующее хочу сказать. Все-таки, я понимаю, что мы здесь все такие уверенные, вот, но все-таки остается проблемным, мне кажется, тот момент, когда мы говорим, что вот женщина, которая выходит на пляж в Буркини, она совершенно точно имеет нам заявить, что вот она, так сказать, консервативных взглядов, и это вызов именно нам. То есть, я понимаю, вы как бы вот с Игорем в этом абсолютно убеждены, у меня вообще как бы нет информации, я вот узнал о вообще о всем происходящем вчера, но мне кажется, само вот это вменение кому-то другому послания, да, то есть, вот, что он нам что-то собирается сообщить тем самым, это некий такой, ну, рискованный шаг. То есть, что она там собирается сказать или не собирается. Если мы вот именно на таком уже почти законодательном уровне полагаем, что она обращается к нам, что она не свои какие-то вопросы решает, да, вот, для нее важно в ее, как бы, мире приходить на пляж так одетой. Да, как бы это ислам, да, это их, как бы, религия. Мы, опять же, и это можно прочитать тоже во всех этих комментариях бесконечных, выступлениях, про то, как вот унижается, как бы, достоинство женщины в каком она арабском положении, но, насколько мы имеем право, опять же, внешним образом ей это, о ней это говорить, и ей такой, как бы, такой статус придавать. Сама себя она как при этом ощущает? Считает ли она, что сама, что находится в рабском отношении? Должны ли мы считаться с ее мнением или нет на этот счет? То есть, когда мы, во-первых... Не должны, не должны, конечно. Ну, вот, собственно, во Франции здесь не должны, да, во Франции должны. И во Франции тоже не должны. Вся, как бы, ну... Потому что, когда у тебя сходит, когда у тебя происходят обычаи и мотивы такие, которые связаны с тем, что нужно обязательно отрезать клитор, а также внешний половый губ, то надо с этим бороться, несмотря на то, что сама жертва этого самого обрезания может говорить, ай, мне так нравится, я очень хочу, чтобы у меня дочка родилась, мы ей тоже все отрежем. Ну, мы сейчас про Буркини говорим. Ну, какая разница? Нет, это разница большая. А Буркини точно так же является символом... Нет, ну, отрезание чего-то не является символом. Является символом консервативного ислама, точно такого же. Где от Буркини, то есть полностью женщина задета, следующий шаг идет в том, что не остается повесть вот такая, со всеми вылегающими свойствами. А последующий шаг, самый последний касается, то, что всем девочкам надо глиттер отрезать. Ну, я не согласен с таким, как бы, поворотом событий. Мы говорим про Буркини, я считаю нужным, как бы, говорить про Буркини. Потому что, я говорю, тут может быть много причин. Во-первых, это одежда удобная. Да, вот сейчас, как бы, в связи с, может быть, ажиотажем, да, естественно, в пику, как бы, вот таким консервативному повороту, который вы демонстрируете. Как известно, там все коллекции Буркини... Да можно я это говорю, да? Эти коллекции... Слишком у нас вырос какую-то одну тема. Для того, чтобы уравновесить, надо просто придумать другой пример, который бы его уравновешил. Ну, вот, например, как бы, можно сказать, вот христианцы трубы лежат как в помещении, да? Люди ходят, людей, саркофаги с трубами целуют, да, там. А до этого были очень много святых, которые уродовали себя, там, только скопляли, там, носили всякого рода велики, там, раны свои береги, ну, как бы, это же из этого уже разрядка. Имеет право вообще горячего... Ты немножко пропустил, тут и Игорь, как бы, заявлял, и вот я спорю с этим тезисом, да, что это именно символ послания некоторой одной группы культурной, другой. Вот приходит эта коллега, подъезжая к какому-то автобусу, а там не предусмотрено, что коллега был, кто разобрался. Для него это символ послания? Что вот вообще ты не нужен здесь? Нет. Ну, как не послание? Я подъезжаю к этому, такое же послание. И получается ли так, что у вас слишком класс какой-то? Ну, вот я об этом и говорю, да. Особый класс, приверение. Вы как бы... Вы не можете мимо пройти свободного человека. Вам обязательно надо подойти и сказать, а что ты такой, не такой, как мы? Ты должен такой же, как быть, как мы. И получается совершенно, что здесь вы, это ваша проблема, а не его проблема. Он хочет и ходит. Ну, то есть, нет. Это факт, да? Это проблема Франции, да. Я на него, я на него отвечу. Но мы сейчас дослушаем Антона, что он имеет сказать про символ. Так, ну, да, значит, я заканчиваю с этим первым моментом, да. То есть, неизвестно, на мой взгляд, окончательно. То есть, даже если очень хорошо известно, зачем она вышла, таким образом оделась и как бы нам что хочет сказать, как бы позволяя себе это каким-то образом озвучивать и вставать на такую позицию, считать, что мы имеем право об этом судить, мы делаем нечто, что как бы выводит нас уже за пределы какого-то определенного правового поля, вот, европейского, которого касается прав человека. То есть, с другой стороны, да, такое я себе представляю. В этой стране, мне кажется, если она хочет продолжать оставаться сама собой, да, она не должна этого делать, вот. Ну, а что касается одежды, я стал говорить о том, что она сейчас раскуплена вся, да, насколько я знаю. Естественно, это на волне, как бы, протеста, да, против таких действий. Вот, и европейцы ее покупают в огромном количестве. Но, насколько я понимаю, она, если ты хочешь купаться, как бы, именно в одежде, да, если ты не хочешь обнажаться, она действительно удобная, вот. То есть, удобнее купаться в ней, чем в каких-нибудь рубашках, да, брюкок и так далее. Вот у меня мама, вот, недавно вернулась из Цикуля, у нее, как бы, сложности, ей загорать нельзя, вот. Она там купалась в одежде, вот. Но ты купаешься в одежде, а шея и ноги все равно открыты. Она вернулась и вот вчера, как бы, удаляла какую-то уже злокачественную родинку с шеи, вот. Злокачественную, домокачественную? Ну, как бы, такую переходящую, вот. Нехорошую, я подробности еще не знаю. Но смысл в том, что, как бы, помимо религиозных соображений, да, здесь могут быть еще и, как бы, и соображения, так сказать, чисто, там, заботы о своем здоровье и так далее. Вот. Но оставляем хорошо это за скобками, предполагаем, что это действительно вызов, да, вот вызов, который тебе бросают. Вот что... Мы предполагаем, ну, это их, я с этим не согласен. Я потом прокомментирую. Да, да, это вызов православной культуре, совершенно верно. Я пока не считаю. Я понимаю, таких вызовов можно увидеть каждый раз. Нет, вот скажи, два подростка, это вызов? Нет, вот скажи, два гоносоксалисты, целующихся, это вызов православному, православной культуре. Это как доказать, зависит. А Буртини на пляже это всегда вызов? Да, когда у тебя и парад подходит по городу, это всегда вызов, да. А Буркини на пляже это тоже всегда вызов? Тоже, тоже вызов. Буркини в Буркини, в каком Буркини? Просто два соцелующихся. Да вы ретрограды еще-то, это что я... А целующихся, если бы поискать. Я согласен. Комосексуалисты? Хорошо, Булат, что-то пришел, да. Это да. Значит, по-моему, что они не являются вызовы. Солосовский шпун, свободно обсуждают любви. Булат, я с тобой, я с тобой. Я с всем, наверное, это как бы надо всем... Так, ладно, хорошо, к символизму возвращайся. Поскольку это свободное место, то я свободен быть литроградом. Если тебе так... Свободен, да. Да, ну так вот, предполагаем, что это действительно некоторый вызов, который прям вот таки обращен, символический такой жест. Вот я прихожу на пляж в Буркини, и тем самым, что вы с этим будете делать? Вы считаете, да, что они долгое время как бы игнорировали это, и из-за этого есть некоторые проблемы. Сейчас надо уже наконец-то начать что-то делать. Вот. Я считаю, что делать надо было и раньше, и сейчас, но это действие должно происходить не в символическом поле. В символическом поле единственное действие, которое здесь разумно, это как бы игнорировать этот символ здесь, и продолжать игнорировать в качестве символа. То есть говорить, что это просто одежда. И как бы нам на это плевать, вы вот как бы пришли в такой одежде, потому что если ты признаешь как бы за этим какую-то символическую силу, ты тем самым как бы впускаешь это Буркини в культуру. То есть это становится вот благодаря вот этому резонансу в СМИ вот сейчас, это стало уже частью истории Франции, извините. То есть это сделано уже как бы, это инкорпорировано в ситуацию. Вот. Этого не надо было допускать. Надо было просто как бы плевать на эти Буркини. А заниматься там той же безопасностью. Пусть ходят эти товарищи с автоматами, пусть они действительно их осматривают там. Пожалуйста. Вот. Ну как вы безопасность говорите, безопасность? Вы говорите слово безопасность? Вообще не понимаю. Что это за слово? Вот скажите, вот страх. Я пришел на пляж, я вижу одетого человека. Но мы уже об этом говорили. Мы сейчас говорим про символический вызов. Вот символический вызов-то надо сейчас. Реагировать на него или нет? Вот просто реагировать или нет. И те муниципалитеты, которые этим руководят, этим побережье, у них идет доход с этого. Да, и они понимают, что если, значит, чем больше будет людей, и у людей будет страх от этих вот, одетых, и тогда будет у них меньше на пляже, меньше дохода, и так далее. Просто понимаете, вы... Чисто экономические волосы. Ладно, можно я вернусь как бы к разговору. Что там выдумывали? Ситуация такая, вы идете по двору вечернему, да, а там стоят такие как бы пацанчики, да, и не знаю, и поигрывают кастетами. Вот это вам вызов, символический вызов. Вы что, должны как бы к ним как-то ломануться и как-то реагировать на это? Не являются, играют кастетами, не играют. Да, ну вот, а здесь она выходит в Буркини, это сразу автоматически... Нет, нет. Да, в нынешней ситуации, потому что, если так пойти и начать звезды рисовать, это одно, а если одна во время нацистской оккупации рисовать... Еще раз, в Буркини это не звезды во время нацистской. Это как бы, это твой способ описать эту ситуацию, ее так увидеть. И не более того. Это как раз отряд для бурков, понимаешь? Да, не будь быком, не будь быком, все. И именно это, как бы, единственный способ показать им, что как бы такое здесь не пройдет. А если люди повелись... Нет, а почему не пройдет? А если люди... Нет, нет. Ты все равно одержишься, что не должно пройти, а почему? Нет, нет, я принял... Булат, 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 я спорю с Игорем поэтапно. Сначала я говорю, что я не верю в то, что это символический жест всегда является именно посылом. Второй пункт, да, я говорю, допустим, ты прав, и это всегда как бы нам символический вызов. Вот, хорошо, даже в этом случае, говорю я, я принял его посылку, даже в этом случае не стоит на него реагировать, а стоит как бы всю, так сказать, меру презрения и даже как бы меньше, да. Не нужно все презрение, да, нужно чуть-чуть презрения, нужно как бы незначительную часть презрения ему выказать и пройти мимо, как ты выражаешься. А я вообще не согласен, я даже, даже если это вызов, как это говоря, мы только и делаем, что друг другу бросаем, везде и всегда, там, разными способами, там, допустим, сейчас вот эта подготовка к выборам, там, и оттуда нужны депутаты, ну, не депутаты, а кандидаты, они бросают вызов, там, власти бросают... Спасибо, кстати, насчет кандидатов, да. Со всей кандидатов, да, то есть, если вздуматься, на самом деле, мы и по жизни... Просто насчет эффективности, да, вот, вы... Это же вопрос, как бы, в итоге, так сказать, к чему это приведет, вот, насчет эффективности. Вот наша руководство, руководство нашей страны, оно как раз демонстрирует всю дорогу, вот, там, на протяжении, там, последних, там, наверное, трех-четырех лет, то, что самая лучшая реакция на всякого рода протесты, там, на всякого рода возмущение, просто плевать. Просто... Расстрел. Нет, 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 просто, как бы, просто игнорировать это дело. Когда они ошибаются в этом плане, когда они, допустим, выступление Пуссерайт, да, воспринимают всерьез, ну, что-то задело, там, я не знаю, или еще что-то, и начинают, как бы, их сажать в тюрьму, да, на два года. Все. Тут же они создают себе, как бы, политический прецедент, они создают события своими руками. Если бы власть, как бы, да, вот, не занималась ими так, и не сажала их так старательно, да, никакого же инцидента бы не было, не было бы бесконечных этих петиций. Самое смешное, что перед этим они были в другом храме. Ну, естественно, да. Нам туда выгнали спокойно, и никто об этом не знает, как бы там охотно так. То есть, власть, как бы, вот, вот, случай Пуссерайт, это пример, я считаю. Вот, власть восприняла это как символический вызов, да, вот, прямо вот нам бросили перчатку в лицо. Мы должны ответить. Это вообще, в принципе, почему, как бы, сейчас вот в твоем фейсбуке, да, и не только, и на каком-нибудь православии МИР, почему так активно поддерживают французов? Это очень странно, да, но понятно. Потому что, несмотря на то, что в данном случае раздевают женщину, если бы, вот, допустим, у нас раздевали женщину, да, это бы сразу бы возмущались, да, то есть, по содержанию никто не согласен. Но все очень хотят, чтобы, наконец-то, уже начали отвечать на силы, силы, чтобы уже, как бы, вызов начали принимать. Вот, это, в принципе, тенденция. Это в большей степени характеризует, вот, так называемое, так сказать, патриотическое охранительское крыло, чем любые другие дефиниции, да, что они патриоты, что они, там, не знаю, традиционных ценностей, каких-то придерживаются, так сказать. Не это. А то, что, ребята, хватит уже, как бы, стоять на какой-то позиции, там, непротивления и выхода из игры, и какого-то введения своей игры, другой, а именно надо уже отвечать на вызов вызовом. Вот, как там любят писать, там, вот этот вот бандитский сленг, надо уже ответку послать, понимаешь? Вот, вот это то, что происходит. Это очень ярко происходит в нашей стране, вот, вся наше, как бы, руководство, оно все время только этими занимается, шлет какие-то ответки туда на запад, да? Вот. Это же происходит и, вот, так сказать, рецидив такой во Франции произошел. Видимо, потому что во всем мире происходит такой вот консервативный поворот, как-то, да. Да, я бы в этом еще увидел тему вины, на самом деле. Почему обращать внимание? Потому что, ну, есть некое движение, развращенное Европу. Ну, да. Бесконечное развращение. Ну, кстати, это хорошая тема, да. Там, как бы, уже там, фланг и российские там, фильмы для детей уже. Этот вызов работает именно потому, что они стремятся раздеться, да? То есть, вот, да. Тут есть некая винат, видишь, что есть другие люди, которые не согласны с этим, то есть, вот, с этим, вот, поголовным, как бы, там, раздеванием. Это, опять же, почему, как бы, этот вызов работает внутри Франции, почему это проблема Франции, да? Внутри, как бы, европейцы, вот этот, вот, крестьянский посыл, они, вот, добродетели, он присутствует. И когда они видят, что добродетель теперь, как бы, вот, там, уже не на стороне христианства, а где-то другом, как бы, разыгрываются в поле, там, мусульманску, там, еще там, чего-то. Вот, а по поводу нашего руководства, я не ощущаю? Да, знаете, что приобрел? А почему не раздражает, что, вот, ходят евреи в Писах, в своих, там, каких-то шапках, каких-то идейтых? Ну, они не представляют угрозы, говорит, Игорь, и так далее. Нет, это я не очень понимаю, что они представляют угрозы, там, представляют угрозы, потому что они иные какие-то, малые, там, что они там. А не, когда вот была Олимпиада, там, как бы, да, вот, там, в котором, ну, там, какие-то, там, террористы... Заложников, они потом в итоге вот этих террористов, там, искали ко всему мира и убивали их. То есть они ответили террору на террор. То есть они очень понимают, почему их не боятся. Приведи, пожалуйста... Нет, приди, д Saddamuk. Еврейского террориста. Да, приведите пример еврейского террориста. Я себе объясняю, государственный террор, когда они террористы. Нет, нет, это не террор. Это нет, извини, но потому что... Это операция спецслужб, это не террор. Я тогда еще третий пункт добавлю. Когда адресно ищется преступник и убивается, это может быть незаконно, но это не террор, потому что террор это безадресное насилие. Булат, я как бы добавлю третий пункт, вот почему как бы именно ислам представляет проблему, да, даже не потому, что как бы происходят какие-то конкретные теракты, а потому что сами эти теракты, вот, демонстрируют другое, как я считаю, ну это писал там Игорь Кутертов. А то есть какой-то синоним между терактами и исламом, что ли? Нет, послушай, эти теракты, да, они демонстрируют определенный способ обращения со смертью, своей и чужой. То есть эти люди, которые готовы как бы умирать и убивать. Я считаю, что они не все исламисты, да? Нет, не обязательно. Вот, но всякий терроризм, который... Ну каждый раз это исламисты. Да, да, ну как бы... Не обязательно, ну просто каждый раз. Ну я просто закончу мысль, ну мне кажется, очень важно, да, что... Уже там вопрос можно поставить. Что именно, именно это, как бы, ты говоришь, определенное чувство вины. Я говорю просто, что ислам запрещает на самом деле такие виды теракты. То есть по факту, как бы, люди, которые там... Ну ведь, например, условно говоря, они бы назвали себя христианами. Ну он, и так же взрывали. Игорь уже назвал это, это определенное фундаментальное крыло ислама. Все, мы как бы на этом остановились. Вот оно, оно фактически реализует такую стратегию. Если красная бригада осуществляет такой террор, боятся их... Да, но одежда, что он носит то, определенное его в это крыло ислама, что ли? Кто одежда носит это, например, любые... Игорь считает, что тоже определенное. Он отрождествляет эти две группы. Что, наверное, тоже не совсем верно. Но я просто хотел сказать, что вот это другой способ обращения со смертью, то еще о чем, как бы, в свое время Бадрияр писал, там, в книге «Символические обмены смерти», и потом он как раз о терроризме в этом ключе писал. Что их вызов состоит не в том, что вот мы, ну, террористов. Террористы не исламисты. Меня это не интересует сейчас. Это тебя интересует, меня не интересует. Исламисты, а не исламисты. А почему она бояться конкретно людей? Ну, потому что дай мне договорить мою мысль. Моя мысль состоит, что террорист, как бы, да, представляет собой, как бы, субъект, который по-другому относится к своей жизни и смерти, и к жизни другого, и смерти другого. И именно ответить, по-настоящему ответить, там, какая-нибудь Франция, да, или Европа, могла бы только на этом уровне. Вот, если бы, как бы, со стороны Европы была готовность, скажем, там, среди людей отдавать жизнь за свои, там, вот эти ценности, там, не знаю, секулярные, или еще бог знает какие, да, идти, там, не знаю, в толпу тех мусульман, да, и взрываться. Ну, или не взрываться, если это противоречит, как бы, опять же, ценностям, да, но и делать что-то другое, вот, где и твоя жизнь поставлена на карту, и жизнь других. Но это определенным образом для, как бы, извините, святой Европы является невозможным. И можно это говорю, но это мой тезис. И это является их проблемой и их чувством вины. Они понимают, что, как бы, в определенном смысле, символически, ныне Ислам, да, и террорист, террорист, их переиграл, он, как бы, осуществил, вот, определенный акт господства, вот, он может на это пойти, они на это пойти не могут, вот. И эта ситуация, вот, именно из этой ситуации надо выпутываться, а не из того, что какая-то женщина пришла в, так сказать, в этом, в Буркини на пляж. Вот, где символический вызов осуществляется, на мой взгляд. Да. Ну, хорошо. Мы уже много говорили. Террористы, как на эволюционной России, как все революционные. Тоже самое. Поэтому, по-русски, это Исламцы. Но они точно такой же вызов и бросали. С этому обществу. Значит, опять-таки, да, есть некоторая гигиена мыслительных наших дискуссий. Да, мы говорим о том, о чем говорим. А не говорим обо всем на свете. Поэтому я сейчас не буду отвлекаться на то, все ли и мусульмане террористы. Конечно, не все. Да, почему мы не говорим о других видах террора? Нам не так говорить, все ли мусульмане террористы. Надо говорить так, что есть террористы. Мусульмане ли они? Они могут себя считать, кем угодно, марсианами. Понимаешь, они могут себя считать? Из-за этого мы не сделаем, что марсианин напали на землю. Ты не хочешь сейчас обидеть мусульман? Мы согласны с тобой. Мусульмансы здесь ни при чем. И сами эти мусульманские... Нет, это при чем? Потому что, конечно, не в каждой мечети собираются террористы. Но все известные последние годы террористы собираются в мечети. Не в каждой мечети. Брейвик был такой. Брейвик отличился. Вот он как бы попытался... Молодец, но он один. В каком смысле он молодец? В каком смысле он молодец? Много террористов думали, что он может не о чем-то террористов. Оказалось, что он просто его скидал в этом клубе загадили. Вот и все. Оказалось, что он был со своими. Ну, понятно. Поэтому, что мы об этом будем говорить? Нет, еще раз. Просто тема вполне очерчена. Вот та ситуация с террором, которая есть конкретно во Франции. Точка. Да? Просто про историю. Вы рассказали про эти крестовые походы христиан? Чего? Ну, видишь, почему? Почему на самом деле, как бы вообще, говоря, возможно, на самом деле понять? Ну, а, ты хочешь поговорить о крестовых походах? Нет, отложенный ответ. Есть вот такая вещь, как отложенный ответ. Давайте. Слушайте, ладно, давайте я договорю. Ну, просто, поэтому, я не повторяю, что ты некомпетентен. Ты говоришь о том, что у тебя все слонисты террористы, а все крестьяне, конечно, просто светлые и шикарные. Ты сейчас сядешь. Просто удивительно. Да. Потому что евреи у тебя тоже супер. Да. Просто супер. То есть, царя расстреляли там, как бы, там есть представление, есть какие-то даже доказательства, что это был, как бы, это... Это есть такая причина, хорошо, что пришел. Как это было? Скучали без тебя, была. Что-то так просто спокойно говорили на одну тему, и слава богу, ты пришел. Это прекратилось. Ну, хорошо. Я договорю два момента, которые сейчас готов сказать. Да, вот по поводу моего возражения. По поводу именно соотнестись с твоими словами. Значит, почему это все-таки, я полагаю, вызов? Потому что, я полагаю, что это сознательный жест, который совершают эти, в данном случае, женщины, принадлежащие к очень определенной консервативной культуре. Извините, можно я вставлю? Да. Можно все время, как бы, попробовать соотносить с моим примером Пусси Райт? Да. Вот, чтобы, так сказать, параллель проводить. Там тоже девочки, как бы, вроде как, совершенно сознательно отшляли политики. Нет, так. Да, и что? Ну, просто, как бы, чтобы видеть различие. Почему там, как бы, надо было, не надо было отвечать резко, а здесь надо было. Вот, просто. Нет, вопрос в том, как отвечать, это другая история. Я про это еще скажу. Да, я сейчас говорю только про то, что это сознательность, что это именно сознательность. Понимаешь, если бы, вот это тоже часто звучит и в том числе в сетевых дискуссиях, говорится, что, ну вот они в такой культуре, они просто из такой культуры, да, у них так дома принято. Понимаете, если бы они жили у себя где-то в сугубо консервативной среде и не знали, что бывает по-другому, тогда да. Тогда женщина приходит в Буркини на пляж, потому что все так носят. Тогда в ее поступке нет никакого сознательного жеста, никакого выбора, никакого вызова. А почему ты считаешь, что жест обращен к себе, а не, допустим, к ее сообществу, опять же, что она показывает им, что не вышло из, так сказать. Да, нет, это, конечно, она тоже показывает, это безусловно, но она же живет, она же, извините, гражданка Франции. Она не слепая, она видит, что вокруг есть люди, живущие совершенно иначе, одевающиеся совершенно иначе, принадлежащие к другой культуре. И в рамках, поэтому, когда она демонстрирует принадлежность к своей культуре, это не может быть бессознательным просто следованием традиции. Потому что уже перед ней был выбор, стать такой мусульманкой, которая не носит Буркини, а носит, наоборот, бикини, или остаться вот такой. Она этот свой выбор, допустим, совершила, но это означает, что когда она приходит в Буркини на публичный пляж, она совершает жест, такое конфессио. Вот я такова, я символизирую вот такую консервативную культуру. Поэтому я считаю, что здесь сознательность есть совершенно точно. Если бы, мы же не приехали куда-то там, сугубо, мы же не приехали в какую-то безумно консервативную исламскую страну, где все абсолютно такие, и начинаем говорить, так, это чуваки, это что за бардак? Игорь, Игорь, вопрос, опять же, да, если она говорит, я символизирую вот такую консервативную культуру, ну, точнее, просто я символизирую свою культуру. Вопрос, она же не, это же не значит, что она говорит, я вас пришла здесь всех взрывать, мы на вас плевать хотели, мы вас тут всех сгнобим, да, как ты это подавал вначале, да, что это именно агрессивный посылок. Да, дело в том, что само содержание этой консервативной культуры, оно по факту, да, оно антиевропейское, оно антицивилизационное, оно... Игорь, мне удивительно, это вроде как бы... Булат, подожди, вот как Игорь тебе предположил, как тебе уже предложил, да, ты потом сделаешь свое отдельное сообщение, и все, а сейчас я договорю. Вот, поэтому, а нет, она не просто какую-то, она манифестирует, что я принадлежу какой-то культуре, потом мы смотрим на эту культуру чуть под более крупным взглядом, и эта культура, эта культура нам говорит следующее, что все, не всех неверных к чертям надо вообще зарезать... Ну и прыгнем, все нормально, да, культура уже нормально одеты, и уже уже ненормально. Вот ты как будто вообще... Ты не забывай, что Булат-то вообще у нас татарский... Да, еще не татарский, я мусульманин, в смысле, потому что продлежу к нигде, я-то сам не неверующий. Просто мне удивительно, ну, это уже не Витроградство, это уже даже, не знаю, как назвать. Да я уже сказал, как это называется, это желание ответить на силу силы. Да ты еще не сидишь. Вот это, кстати, сказать не... Разговор о силы силы. Вот это, кстати, интересно, потому что то, что ты приводишь реакцию вот этих национально-патриотических таких, как бы в кавычках, да, патриотических кадров радостную, они действительно понимают так, что здесь против террористической агрессии, начиная, включается агрессия такая ответная. Ну, именно символическая. И они всегда тоже стоят именно за символическими. Нет, нет, здесь важно, здесь важно, потому что они-то как раз, насколько я понимаю, говорят о буквальной агрессии. Что женщин этих надо действительно оскорбить, чтобы они, паразиты, почувствовали, насколько они правы. Ну, не совсем. Нет, я-то речь веду о другом, да, что эти... Нет, нельзя. Да. Вот ты спросил, я ответил. Все. Значит, ответ, вот этот вот символическая борьба, это не обязательно агрессия. Это может заключаться в том, например, да, что ты этот символ у этой культуры консервативной и агрессивной отберешь. Агрессивная культура, это просто бред. Как случилось вот с этим Че Геварой. Че Гевара стал просто пусечкой, которого носят ванильные девочки. И в этом состоянии это уже никакой не символ, никакой агрессии. Да, культура, агрессивная культура, нет, рок-рок, всякие музыка там. Значит, Булак, Булак, отвянь, если у тебя бешенство ассоциаций, я не могу с этим ничего сделать. Я прошу только не вмешиваться. Так вот. Адекватное понимание, что происходит. Значит, и то, что ты говоришь, что эти булькини сейчас становятся модными, их раскупают и начинают носить, очень хорошо. Потому что тогда это означает, что это булькини будет не просто частью французской культуры, это станет частью мейнстрима. Вот если это станет частью мейнстрима, это означает, что эта одежда потеряет свою вот эту символическую привязку. Которую вы ей только что и дали. Нет, 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 нет. А мы ей не дали, мы ей не дали. Символ сам имеет свое определенное. То есть ты хочешь сказать, что это двухкодовочка, как у нас говорят, мы ей запретим наши граждане, которые любят права человека, они возмутятся, раскупят, оденут все и все. И проблема будет снята. Возможно так, может быть и так. Нет, это не обязательно так замысливалось. Но я хочу сказать, что именно вот такая неагрессивная приватизация символа и должна произойти. Ну на самом деле... Как это случилось с Че Геварой, так это должно случиться с Битиной. Ну даже модельер, который придумал Буркини, это не мусульманка. Это европейский какой-то модельер. Какая разница? Потому что это еще не отличается от любой другой одежды. Вот и все. Тут все эти привязки, это привязки с потолка. И когда кто-то серьезно сидит и обсуждает, немножко странно это. Мне, например, очень странно. Очень странно. Тогда поделись, пожалуйста, Булат, только тихо. И мне еще больше свидетельствует, что ты, конечно же, Фейсбук там, да, как бы, он, наверное, наполнен с такими обсуждениями. Но это как бы, это... Булат, Булат, то, что есть у других людей мнение отличное от твоего, тебя не перестает удивлять. Но ты как-нибудь адаптируйся к этому. Постепенно тренируйся. Что бывают люди, которые думают на нас, чем ты. Поэтому помолчи. Булат, человек ходит голый, там, мужик с мужиком выцелается, мне как-то все равно, понимаешь? Он просто думал, что мы тут философы, а оказалось... Нет, 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 нет. Это он просто хочет воспроизводить свою точку зрения, и все. Ты что, если воспроизводить? Просто ты не слушаешь возражения. Ты как вот это... Потому что, Булат, я не с тобой разговариваю. Ты разговариваешь о другом, поэтому я с тобой не разговариваю. Я не с тобой не разговариваю. На самом деле, во всем этом просто есть некое неприятие иного. Водевиль какой-то. Так вот, значит, что бы я хотел действительно, до чего не добрался, ну и это, к сожалению, нормально, но к этому надо будет перейти. Это я серьезно считаю, что символ обладает не просто некоторым устойчивым значением, вот, только в каком-то дискурсе, который мы создаем, но еще и сам по себе. Он обладает некоторым инертным смыслом, который несет. Он обладает некоторым смыслом непосредственно. Если будет возможность, мой договор... Да, понимаешь, ты вслед за французами говоришь следующий аргумент, что мы можем произвести деконструкцию, и мы можем показать, как этот смысл вот в такой определенности сложился. И сказать, что это продукт деятельности, культуры, или там продукт какой-то вот там интеллектуальной деятельности и так далее. Это правда. Но это только часть правды. Другая часть правды состоит в следующем, что пройдя этот путь, формирование, символ обладает устойчивым, непосредственным значением. Согласен. И нам нужна очень изощренная техника деконструкции, чтобы раскопать его историю его становления. Поэтому я говорю, что это Буркини, оно несет в себе очень определенный смысл. И не я придал ему этот смысл. Я его обнаружил непосредственно готовым. И сейчас я набереваюсь этот смысл своими, конечно, может быть глупыми, может быть несуразными. Но надо придумать другие, более правильные. Но я должен этот смысл приватизировать, втянуть в свою культуру, отнять вот у этой агрессивной культуры. Вот что я должен сделать. Ну, мне кажется, я согласен, но мне кажется, что действовать в этом направлении нужно путем вбрасывания других символов. То есть надо создавать свое, чтобы оно таким образом интерполировало. Не запрещать, не пытаться его как-то окуклить, не работать с ним одним. Потому что, когда символ один, он никуда не сдвинется. Должна, символ как бы, он определяется, да, и вот так стоит на месте, как что-то вкопанное. Благодаря тому, что он держится в целой системе. Да, но обрати внимание, это уже совсем другой разговор. Это разговор о том, как именно лучшее... Ну, это после того, как я гипотетически принял, да, что это всегда его на символ, да. Да, да, да. Вот, но тем не менее, тем не менее, да, можно... Я согласен, что с этим можно дискутировать. Может быть, французы неправы в том смысле, что это решение неэффективно. Вот то, что сейчас они предпринимают, да. Очень может быть. Но общее направление, тем не менее, на мой взгляд, правильное. То есть, нужно не кидать ответку и развивать какую-то ответную агрессию. Вот как в Кельне были вот эти вот массовые харассмены по отношению к женщинам, европейским, со стороны мусульманских мужчин. Да, был. Включать ответку, то есть харассить теперь их женщин на пляже, никто не собирается в Европе и правильно. Вот то, что ты говоришь, делают наши власти, они включают именно ответку, ответную агрессию. Вот это совершенно неправильно. Они включают ответную агрессию, когда они ошибаются. Когда они не ошибаются, они делают по-другому. То есть, допустим, начинаются выступления 2011-2012 года, они на первое выступление реагируют, вот. И это порождает еще большую волну, выходят снова люди. Дальше они перестают реагировать. И все. И протест сходит на нет. Понимаешь? Вы говорите про какую-то другую страну. Нет, ну так раз. Россия усиливала. Мне тоже так показалось. Нет, ну вот, я поэтому не хотел трогать эти политические примеры, потому что здесь... Ну, вы посмотрите, как Путин выходит на эти пресс-конференции. Он выходит как человек, как бы, так сказать, условно говоря, власть имеющий. Он понимает, что все ваши вопросы, да, все ваши выступления ничего для меня не значат. Он всем своим видом это демонстрирует. Вот. Не знаю, так это на самом деле или нет, это совершенно не важно, да. Вот. Но это определенная позиция власти, и только так власть, как бы, может удерживать себя. А нам только всякий раз заявляют, что никакой протест, как бы, никакой символической силы не имеет. Это все фигня какая-то. Мы просто занимаемся своим делом. Вы что-то там, а мы занимаемся своим делом. Наша администрация об этом не уведомлена. А мы ничего не знаем, говорит Песков. Все. Понимаешь? И на этом разговор заканчивается. Нет, это часть... Понимаешь, помимо словесной риторики, есть еще риторика, которую власть... Ну, раз уж мы перешли на это, да. Которую власть осуществляет своими действиями. А вот действия власти как раз полностью противоречат этой словесной риторике Пескова или Путина. Потому что, ну, какую опасность Кремлю представляли вот эти вот кубанские или там какие-то... Какие они, краснодарские фермеры, которые на тракторах поехали в Москву. Ну, какую? Ну, приехали бы они, пусть даже на Красную Полшу. И они бы ничего не сделали этой власти. Тем не менее, да, включается грубая агрессия. Ну, это тоже... Их просто... Мало того, что винтят, их бьют, их лидер куда-то пропадает, вообще неизвестно, где он находит, включается грубое физическое насилие. Суждают, в тюрьму сажают. Сажают в тюрьму и все такое прочее. Но именно это и порождает протест. Почему? Нет. Это не порождает протест. Протест порождает реальность, которую, как бы, люди пытаются исправить своим протестом. И вместо того, чтобы получить конструктивный диалог, а что мы можем сделать, чтобы реальность стала не такой безобразной, как она есть, они получают чего? Они получают встречу с ОМОНом. Вот. Которые дискуссии не в славу. Можно какое-то замечание делать? Да хочешь, что ты доклад делаешь? Что, доклад? Ну, доклад он не хочет делать. Он хочет... Я считаю, что тема-то уеденного яйца не стоит. Потому что есть больше... Но он уже говорит вторую часть. А что ты тогда лезешь выступить на тему, которая уеденного яйца не стоит? Вот скажите. Она частый перевер более фундаментальной темы. Это как соотносится с иным? А в эти следующие доклады? Есть некому роду, и но... И ныне, да? То, что... Другой. Нет, а в Владе и Александре Бабарович. Есть некий, который от меня отличит. Как я к нему должен это относиться? Вообще говоря, Европа, на самом деле, все свои поступательные движения пыталась к этому другому отнести справедливо. И в конце концов, имкорборировали внутрь общества, христианства, и гомусексуалистов, и прочее, и прочее. Постепенно, как бы, все больше и больше, общество эмансипировался, ну и считало, на самом деле, что, как бы, нет ничего страшного, что если какие-то люди отдельные свою свободу направляют в этом направлении. Главное, чтобы они не нарушали свободу других. Точно так же и в отношении, как бы, следуют и вот этих девушек, как я, с Буркинии. Если они не нарушают ничью свободу, они могут одеваться как угодно. И по идее, как бы, это общество европейское, если бы оно следовало своей традициям, он должен был просто инкорборировать это, но каждый имеет право, одеваться как хочет. И сегодня нарушает эту свободу другого. Ну, Игорь начинал с того, что был уже принят закон, который запрещает в общих общественных заведениях появляться с любой религиозной символикой. То есть, уже нельзя, как бы, в хиджабах, там, во всех шапочках. Вот это движение, это я знаю просто, вот это движение, это как бы вот... Ну, предательство Европы самой себя, да. Я согласен с тобой. Это на обратное движение, да, вот на обратное... Это как бы отступление. Под действием они сдают позиции. Да, вот тот мультикультурализм последовательный, который в Европе долгое время культивировался, он просто сейчас, как бы, вот, сворачивается быстрыми темпами. И то, что ты рассказываешь про Буркинии, это, на самом деле, выглядит как фашизм, Господи. Людям нельзя, вот они не имеют права, это, одеваться, как им сблагорассудиться. И при том, при всем, что они не нарушают никаких норм общественной морали, да, и вообще говоря, там, наоборот даже, да, казалось бы, более... Одеваться более сдержанным. То есть это странно. Это на самом деле неприятие другого, просто потому, что он другой. Понимаешь, не без всех, все остальное, это уже, как бы, некое, как бы, приплюснуто сюда, там, придуманное, присоединенное, обоснованное. Да, другого, потому что он другой, единственное. Вот ты не любишь другого, просто потому, что он другой, и все, как бы. Ему ничего не сделать этому другому, понимаешь? Достаточно того, что он просто существует. И тем самым он уже, как бы, должен быть устранен. Понятно, мы выслушали мнение Влада. Вот, так что, я считаю, что вот эту часть, такую, вспомнить теоретическую по поводу символа, я еще продолжу. Вот, и мы тогда еще вернемся к этому разговору. Вот, ну, так вот, совершенно в предварительном, в грубых чертах я набросал свое представление. Вот, так что... Спасибо. Спасибо.